Это программа День с толком в студии Кирилл Политов. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Под контролем. Посмотреть все взвешено, то, что там трилогные, климатические условия, почерные условия, и там будут рекомендации. Зачем нужна электронная база данных для сельхозпроизводителей? Случайно ли совпадение? Я вам поверю, что это не послужило тому, что Вера предложила к этому руку. Почему несколько квартир умерших пенсионерок унаследовала риэлтор? 310 за плечами. БИСК накануне отметил юбилей. Чем порадовали горожан? Летом в России должны презентовать электронную базу данных для сельхозпроизводителей. Об этом сегодня в рамках Дня поля на Алтае заявил полпредпрезидента в Сибири Сергей Миняйло. По его мнению, такая система поможет, в частности, повысить урожайность за счет посева эффективных в той или иной территории культур. Подробнее о первом дне агрофорума расскажет Анастасия Дороган, которая только что вернулась. Цифровизация стала темой даже агрофорума. Электронные платформы для сельского хозяйства не миф, но и не алтайская реальность. Куда и как их внедрять обсуждают на Дне поля. И пока известно одно. Скоро в России презентуют базу данных для управления сельхозземлями. Это не просто информация. Это, а, сколько этих земель. Второе, это как эти земли используются, что на них, на этих землях делается. Да, и что нужно делать с точки зрения привлечения передовых технологий. Посмотреть все взвешено, то, что там природные, климатические условия, почерные условия. И там будут рекомендации. Уважаемые, не надо выращивать кукурузу. За подобными рекомендациями в том числе и едут на День поля. Агрофорум уже девятый год. Огромная площадка для обмена опытом и поиска решений. Район достаточно специфический, переувлажденный. Поля у нас очень и очень небольшие. Ну, 50 гектар считаем поле. Поэтому широкозахватную технику для этих полей мы не приобретаем. Приобретаем то, что нужно. Лишних денег нет. Нам техника помогите и все. А не получается приобретать? У нас животноводство, полеводство. А ну, животноводство шибко-то. Сами знаете. Техническое перевооружение все еще доступно далеко не всем, несмотря на спецпрограммы. И первые лица проблемы не отрицают. Замминистра сельского хозяйства России в рамках Дня поля пообещал период скидок и особых кредитных условий. Объем приобретаемой сельскохозяйственной техники аграриями нам необходимо увеличить в ближайшие 5 лет в 1,5 раза. Нас ждут, агрария ждут кратно увеличенные возможности по доступности к привлечению техники. А перспективы алтайского животноводства буквально ощупывали. Выставку КРС в этом году посвятили племенной мясомолочной породе. Стать животного, глубину груди, постановка ног, развитие костяка, внешний вид, упитанность смотрят, чтобы ровная спина была. Каждый пункт – это балл соответствия породе. В сумме это престиж хозяйства и будущие продажи. Так дочи и так зовут телочку из Поспелихи уже интересуются на Дальнем Востоке и Казахстане. А фермеры края интересуются, как сочетать развитие и прибыль. Один из вариантов – растить гирефорда в крупную мясную породу. Мясо, которое мы сегодня хотим получить на рынке, это конечный результат нашей работы. Мраморное мясо, оно отличительное от других животных на Алтае, на Урале. В принципе, эти животные абсолютно адаптированы к нашим условиям. Перспективы породы гирефордов на Алтае – главная тема второго дня форума, и о ней расскажем в новых выпусках. Анастасия Драган, Николай Шелко. День с толком. Митинг в защиту непризнанных памятников архитектуры прошел сегодня на Площади Свободы в Барнауле. За культурное наследие края вступились десятки неравнодушных. Ровно год назад общественники уже пытались привлечь внимание властей к проблеме, но ситуация только ухудшилась. В этом году Барнаулл потерял башню маслобойного завода и старинную усадьбу купца Михайлова, которую снесли. Причем, с точки зрения закона, нарушений нет. Здания не включены в список памятников архитектуры. В связи с этим общественники требуют навести порядок в законе. У нас в Алтайском крае, кажется, нет на местном уровне закона о порядке проведения работ по выявлению охраны объектов культурного наследия. И по этой причине мы считаем, что данный закон необходим, потому что на местном уровне этого порядка нет. И мы также предлагаем АКЗС внести на рассмотрение данное предложение. Сегодня соберем подписи под этим обращением. И опыт сохранить, и молодых привлечь. В правительстве региона сегодня обсуждали кадровую политику. Губернатор края Виктор Томенко и полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло говорили в том числе о том, как награждать и наказывать государственных служащих. Подробности в сюжете. Молодых профессионалов на госслужбу. Одна из главных тем встречи полномочного представителя президента Сибири и губернатора Алтайского края. В правительстве Виктор Томенко и Сергей Миняйло обсудили, как отбирать и обучать кадры. С середины 2018 года в Алтайском крае создан и успешно работает Единый региональный кадровый резерв на государственной и гражданской службе, который в настоящее время насчитывает 645 резервистов на должности государственной службы главной и ведущей групп. И это позволяет региональным органам власти оперативно замечать факантные должности лицами, состоящими в едином кадровом резерве без затрат времени на проведение дополнительных конкурсов. Действующие кадры нужно поощрять, об этом говорил Сергей Миняйло. А вот если госслужащие систематически ошибаются, то здесь нужно тоже принимать меры, вплоть до увольнения. Также полномочный представитель при президенте уделил внимание системе награждения достойных кадров региона. В ней сейчас есть недоработки, которые нужно устранять. Сергей Миняйло передал двум музеям края коллекции медалей СССР, как знак того, что Алтай потерял много жителей на фронте. Странная история произошла в одной из многоэтажек краевой столицы. Барнольская пенсионерка завещала докомнатную квартиру чужому человеку. Новым владельцем стала риэлтор, которая, по словам соседей пенсионерки, таким же образом уже получила еще пять квартир. В истории разбиралась наша съемочная группа. 80-летняя Земфира Алексеенко жила одна в этом доме. Умерла тоже в одиночестве 5 июня. И начались споры о ее двухкомнатной квартире. Дело в том, что досталась она чужому человеку. С 2016 года за Земфирой Константиновной присматривала риэлтор. Вера Лещенко. Женщины познакомились случайно. Она просто ведет ее, она еле-еле идет там. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот вот с этим можно понять, что она к ней не добре относилась. Сейчас нету, да, человека. Я вот не поверю, что это не послужило тому, что вот Вера приложила к этому руку, потому что Земфира к своему здоровью относилась. Она могла на день 10 раз вызвать скорую. 10 раз вызвать скорую, чтобы лишь бы только ей выжить и ей помогли. Через полгода Вера Лещенко, риэлтор, вступит в собственность на все имущество умершей пенсионерки. Земфира Константиновна изменяла завещание несколько раз. Квартира могла отойти Ольге Сафоновой, соседке, которая ухаживала за старушкой последний год, или двоюродной племяннице, Тане, которая изредка навещала бабушку. Но теперь даже просто зайти в квартиру не может. Она хочет фотографии взять, какие-то документы. У нее там есть вещи, которые она приходила, раздевалась, там халатик или что там. Я не ходила, никакого халатика там нет. Я не могу перестать, я не могу водить. Они очень любят деньги. И за бабушкой никогда не ухаживала. Даже когда завещание на ней было, из Инфира они очень интересно выражали. И когда заболела сильно, она сказала, ей ржавого гвоздя из этой квартиры не давать. Соседка уверена, что пенсионерка подписала завещание под давлением. Ольга часто разговаривала со старушкой по телефону, даже после того, как та отказалась от ее услуг сиделки. Говорит, что Земфира Константиновна боялась женщину, которая за ней ухаживает. Поэтому все разговоры записывались. Смотрите, чтобы у вас двери были открыты. Вдруг она меня будет лупить или что. Ага. А когда она сейчас приедет? Ну вот она сказала, сейчас идем, и я приеду. А я-то не знаю уже. Ну понятно. Самое интересное. Вот у Лещенко есть схема риэлторов. То бишь она все свои квартиры не проводит через наследственное дело. Она их все продает через куплю-продажу. То бишь, покупая квартиру, через три месяца ее продает. С 11-го года у нее такая система. Уже сколько квартир? Так продано 15 квартир. Ой, пять квартир. Но риэлтор эти данные не подтвердила. Рассказала только, что она некоторое время действительно помогала еще одной старушке, своей старой знакомой. И та тоже завещала ей комнату на молодежной. Правовых каких-то проблем я здесь не вижу. То есть лицо, которое хочет составить завещание, может его составить в любой момент и абсолютно на любого человека. Даже на совершенно малознакомого человека. Может его составить каким угодно образом. Может самостоятельно прийти к нотариусу. Может нотариуса вызвать на дом. В ближайшие дни Ольга Сафонова планирует обратиться с заявлением в прокуратуру Следственной комитеты к уполномоченному по правам человека. Она считает, что будущее владелица квартиры Вера Лещенко поспособствовало смерти пенсионерки. Дорида Миллер, Николай Шилко. День с толком. Бейск накануне отметил 310-ю годовщину со дня основания. Прямо на улицах горожане танцевали под старинную музыку. Но больше всего зрителей собрало вечернее лазерное шоу. Прямо на здании администрации Наукограда проецировались картинки истории города. Исторический подарок жителям сделал Демидовский фонд. Презентовали картину «Начало» художника Сергея Иваненко. На ней изображен основатель Наукограда Петр Первый на фоне Бейской крепости. Я, конечно, откликнулся, потому что это дело, в общем-то, необходимое для нашего города. Вот. Ну, процесс... Обсудили концепцию. Было много вариантов различных, эскизы и так далее. И пришли к выводу создать концептуальную просветительскую работу. Художник передал в своей работе основную идею. На полотне не исторически достоверное изображение крепости, а художественное осмысление быта и событий того времени. Картина написана маслом с использованием различных приемов. Размер этого полотна почти 2 на 2 метра. Желающие могут полюбоваться картиной в выставочном зале до конца этой недели. Ну, а затем ее передадут на хранение в одной из учебных заведений или предприятий Наукограда. Вот еще раз поздравляем бейчан с юбилеем. Театр «Кукол-сказка» ищет актеров. В ноябре этого года творческий коллектив переедет в новое здание на улице Пушкина. И новая актерская кровь просто необходима. А где же мои красивые крылышки? Наверное, я мало съела полезной еды. Сейчас в театре «Кукол-сказка» работает 12 артистов, пока они справляются со своей нагрузкой. За творческий сезон только на основной сцене выпускают по четыре премьерных спектакля. И регулярно появляются новые постановки для самых маленьких. Например, уже в ближайший понедельник здесь покажут интерактивную историю о гусенице по имени Мишель, которая мечтает стать бабочкой. Режиссер спектакля Мария Любецкая говорит, что принять в труппу готовы всех желающих. Главное, чтобы у человека были необходимы актерские данные, хороший голос и пластика. Заявки от будущих артистов театра «Кукол» принимают уже сегодня, а в августе режиссеры сказки оценят их потенциал, что называется, вживую. Кстати, театральное образование хоть и приветствуется, но не главное. В театре готовы научить кукловодческому делу справки по телефону, который сейчас на экране. В Барнауле разработали компьютерную игру про Чернобыль, в которой девушка гуляет по зоне. Авторы издательства «Дагестан Технологи», которое развивает Роман Лакруа. Оно известно в стране своими псевдопатриотическими проектами. Называется новая игра «Несостоявшееся государство». По сюжету главная героиня девушка Соня бродит по заброшенному городу, в котором 20 лет назад произошла авария на атомной электростанции. Там она ищет провизию, встречает выживших, борется с зомби. К разработке игры приступили еще в 2015 году. Она обошлась разработчикам в 300 тысяч долларов. Компания в прошлом году выпустила игру в поддержку Марии Матузной. Девушку тогда обвиняли в экстремизме из-за опубликованных мемов. Спонсор прогноза – компания Evalar. У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире.